Здравствуйте, ребята! Спасибо, что пришли в гости к дедушке Саше. Сегодня я расскажу вам сказку про казака и ведьму. Поздним вечером приехал один казак в село, остановился у крайней избы и стал проситься. Эй, хозяин, пусти переночевать. Ступай, коли смерти не боишься. Что за речь такая, думает казак, поставил коня в сарай, дал ему корму и идет в избу. Смотрит, и мужики, и бабы, и малые ребятишки все на взрыв плачут, да богу молятся. Помолились и стали надевать чистые рубашки. — Что вы плачете? — спрашивает казак. — Да вишь, — отвечает хозяин, — в нашем селе по ночам смерть ходит, в какую избу не заглянет, так наутро клади всех жильцов в гроба, довези на погостку. — Нынешнюю ночь за нами очередь. — Эй, хозяин, не бойся, бог не выдаст, свинья не съест. — Хозяева полегли спать, а казак себе на уме и глаз не смыкает. — В самую полночь отворилось окно. У окна показалась ведьма, вся в белом. Взяла крапила, просунула руку в избу и только хотела крапить, как вдруг казак размахнул свои сабы и отсек ее руку по самое плечо. Ведьма заохла, завизжала по собачьи, забрехала и убежала прочь. А казак поднял отрубленную руку, спрятал свою шинель, кровь замыл и лег спать. По утру проснулись хозяева, смотрят, все до единого, живы-здоровы и несказанно обрадовались. — Хотите, — говорит казак, — я вам смерть покажу. Соберите скорее всех сотников и десятников, да пойдемте ее по селу искать. В тот час собрались все сотники и десятники и пошли по домам. Там нету, здесь нету, наконец добрались до панамарской избы. — Вся ли семья твоя здесь на лицо? — спрашивает казак. — Нет, родимый, одна дочка больна, на печи лежи. Казак глянул на печь, а у девки рука отсечена. Тут он и объявил все, как было. Вынул и показал отрубленную руку. Мир наградил казака деньгами, а эту ведьму присудил утопить. Тут и сказочке конец.